Продолжаем выпуск. Сборник стихов «Вернись живой» представила поэт и военный корреспондент Анна Долгорева в Архангельске. Это ее вторая встреча с нашим городом. О том, как прошел творческий вечер, расскажет Лидия Папуш. Поэт Анна Долгорева черпает вдохновение в долгих поездках на Донбасс. То, что пришлось увидеть и почувствовать, находясь в зоне СВО, она отразила в новом сборнике стихов. Пусть будет солнце, мякоть, мята, мед, как страшен и прекрасен ледоход, когда река весь мир, и ты река, и небо сократится до цветка, и жизнь сладка на языке сладка, о господи, свети издалека. На встрече с поэтом общественники, люди творческих профессий и ребята из молодежных движений. Для кого-то приобщение к поэзии и творчеству Анны состоялось впервые. У нее есть и лиричное, и что-то такое прям вызывающее. В целом, то, чего ты можешь не устать. Впервые Анна Долгорева посетила Архангельскую область осенью прошлого года. Поэт осталась под впечатлением от поездки в наши края, и у нее появилась мечта – остаться жить на Соловецких островах. Как признается Анна, север лечит. Все эти мхи, травы, лишайники, камушки посреди воды, как будто всегда находилось внутри меня. Только сейчас я об этом вспомнила. И сейчас я уехала с Соловков, и мне уже тяжело, потому что мне уже хочется вернуться. Будто я 34 года искала свой дом и наконец-то нашла. Через призму творческого восприятия осмысляется происходящее в Донбассе. И чувствуется оно тоньше, становится ближе. Я бы хотел сказать спасибо всем тем, кто принимал участие в организации этого события, в том числе и представители бизнеса помогли. Ну и уверен, что такие вечера творческие, и сегодня об этом организаторы и ведущие сказали, что они будут продолжаться, и даже есть идеи организовать некий творческий фестиваль. Организаторы рассказали о ближайших планах. Скоро в Архангельске состоится встреча с поэтом Марией Ватутиной, которая также пишет стихи о Донбассе. Лидия Папуш, Антонина Лебедева, Денис Линчевский, Регион 29.